Вы знаете, что отряды Путина категорически не признают легитимность этих выборов. Тем не менее, власть США может получить Байден, человек 78 лет, с явной когнитивной дисфункцией. Это нас могло бы не волновать, но Байден будет иметь возможность держать в своих руках ядерный чемоданчик. А еще Байден станет уже пятым президентом Соединенных Штатов за период правления Владимира Стабильного на Россию. То есть, понимаете, у них там все течет, все меняется, а мы сидим в своем болоте, точнее на своем Олимпе. И продолжаем ждать поезда следующего до станции Рай. 20 лет ждем, скоро 21 исполнится, но и это еще не все. Сейчас просто возгордитесь. Состояние семьи 46-го американского президента оценивается в 9 миллионов долларов. Ну ничего удивительного, кап страна номер один. Человек занимает в этой стране высокие посты на протяжении нескольких десятилетий. Хотя мы говорим не о состоянии самого. Мы говорим о состоянии всей его семьи. Теперь к чему я это? Чудо, этот Байден пацан зеленый по сравнению с нашими чинушами. Вот, пожалуйста, на россиян давайте глянем. Даже не на президента. Простой председатель Мосгордумы. Единороз Шапошников. Председатель, по сути, местечкового парламента. Только в прошлом году мужчина заколымел в три раза больше, чем Байден. И его семья за всю жизнь. Испанский стыд. И они еще себя лидерами мировой экономики называют. А где настоящие лидеры-то? Ничего не умеем, ничего не производим. А слугам своим платим столько, что президентам супердержав пору локти кусать. Учитесь, какими должны быть эффективные управленцы. Ну а мы начинаем. Возвращаемся к нашим баранам. Глава Роспотребнадзора Попова призвала ужесточить ограничения по коронавирусу в регионах. У нас до сих пор сообщила мадам, и не всегда в транспорте или там в торговых центрах люди надевают маски. Ночные запреты на работу развлекательных заведений действуют не везде. Пожилые граждане продолжают шаляться по улицам. Вместо того, чтобы сидеть дома, для этих мы вообще самоизоляцию рекомендовали. И вот вы знаете, я когда слышу таких, как эта Попова, невольно начинаю задаваться вопросом. Она сумасшедшая? Или просто не алло? Нет. Какие-то ограничения в условиях пандемии дело без сомнения полезное. Но давайте будем объективными и просто задумаемся вот над чем. А какие эти ограничения принесут результаты? Будет ли от них толк? Пример, пожалуйста. Вот так выглядит московское метро в часы пик даже сегодня. Да тут хоть весь маской не увешайся. Че толку? А по-другому в Москве передвигаться нереально. Там же платные парковки теперь кругом. И стоит, будто самолет паркуешь. Возможно, кто-то на своей машине на работу бы ездил. Сейчас, глядишь, ритм заражения бы снизился. Так дорого. А собянинцы, товарищи от бабла отказываться не хотят даже на период пандемии. Поэтому парковки останутся платными. А в метро продолжится давка. Или запрет на работу ночных увеселительных заведений. Вы серьезно? Так оно тоже ничего не даст. Такие заведения как работали, так и продолжат. Только за взятки. Тем более, что сами элиты народу демонстрируют, если нельзя, но очень хочется. Еще раз посмотрите вот эти эпичные кадры. К пенсионерам чего привязались? Я и подавно не понимаю. Как в больницу положить человека старше 65-ти? Ой, таких лечить уже бесполезно. Чего, мы мало подобных примеров видели. День 90-а. Рассмотрите, я вам сейчас скажу, что сегодня... Спокойся. Спокойся. Поехали. Нет. Они должны тебя взять, мама. Должны лечить. Чем я тебе укол даже не смогу поставить. Понимаешь? Не смогу. Пожалуйста, найдите больницу. У нас нету корички. У нас нету корички, чтобы мы ее госпитализировали. Нет корички. А тут вдруг забеспокоилась Попова. Не соблюдают самоизоляцию, рискуют заболеть. Да пошла ты! Хочется сказать, что этим пенсионерам теперь в окно вышагнуть. Ты посиди дома, так как они год почти пожилые люди заточены в своих клетках. У них не как у Поповой квартиры, где потеряться запросто. Там на самом деле четыре стены. Сделал пару шагов. Все, комната закончилась. Они с ума сходят. Да, людям хочется погулять, подышать свежим воздухом, пообщаться с кем-то. Кстати, волонтеры, которые за продуктами для бабушек и дедушек бегают, а потом развлекают их по домам. Давайте честно. Исключительно в телевизоре существуют, когда Киселеву нужно очередной лживый сюжет снять. Смотрите. Власть заботится о гражданах. Хватит врать-то уже. Вы обеспечите сперва людей нормальными условиями, а потом ограничения вводите и вякайте про заботу. Это реальная журналистика новости нашего дурдома. Снова с вами. Поехали. А глава Всемирной организации здравоохранения тем временем заявил, что пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации. Это ощутимо бьет по экономике. Например, негативно влияет на борьбу с другими болезнями. Ух ты. А у них что там, чрезвычайная ситуация была объявлена? Вот это поворот. Неужели же они на своем загнивающем Западе не в курсах, что ЧСА-то можно избежать? Самоизоляция решения проблемы – это когда людишки сами выкарабкиваются и за***ться за свой счет. Экономика при таком раскладе не страдает почти, ну или так себе. Ну, вернее, не экономика, а деньги, которые всегда есть кому попилить. Другие болезни, ю-моё. Таких же можно тупо не замечать. В России, например, это называется оптимизацией здравоохранения. Или там рывками, прорывами. Скрепы вам нужны, блин. Семен, Семен, ну что вы. Ну, а дальше человек вообще какую-то пургу понес. Знаете, что он сказал? Вакцина, мол, когда она появится, должна рассматриваться как глобальное общественное благо. Это не частный сырьевой товар. И в этом месте у меня вообще челюсть чуть не отпала. И ему что? Реально не сказали, что у скрипоносцев, ну, в смысле, в сверхдержаве имени Владимира Путина, этих вакцин уже как грязи. Я вот как минимум про три знаю. И все три рабочие мегаэффективные. Людей массовые прививать собрались со дня на день. Ну, да и вот чё они там в своём ВОЗ вообще с ума сошли, что ли? Киселёва с Соловьёвым совсем не смотрят. Формируют стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю. Ладно, предлагаю ненадолго забыть о коронавирусе и обо всём, что с ним связано. И вспомнить, например, о том, что вот на днях 10 ноября полицейские Великие и Могучие отмечали свой профессиональный праздник – День сотрудников внутренних органов. Вообще-то до 2011 года этот праздник назывался Днём милиции. 103 года назад в Советов народных комиссариатов была учреждена такая структура, как рабочая милиция СССР, но с лёгкой руки наших правителей уже в наше время милиционеров превратили в полицаев. И, как это ни печально, некоторые сотрудники полицаями стали. Вот, например, читаю новости из Хабаровска, где, как известно, люди уже несколько месяцев к ряду пытаются отстоять своё право избирать, выходят на улицу в защиту своего губернатора. Так вот, в минувшую субботу полицейские напали на моего коллегу, журналиста и блогера Андрея Соломахина. Напали, применили силу, увезли в неизвестном направлении, причём случилось это прямо у здания суда вечером, где днём проходило заседание, по итогам которого человеку впаяли штраф. Чёрт знает за что. Нападёмте уберите. Не трогайте человека. А вы представились, прежде чем... Это нападение на человека. Сотрудник не представился. Вы просто силой начали. Вы позорники. Полиции позор. Полиции позор. Полиции позор. Ещё через пару дней мужчину и вовсе арестовали на 7 суток. Вот сейчас вы можете видеть кадры, как мужчину заковали в наручники и везут в обезьянник. Говорят, ещё и били. Я к чему вспоминаю-то одни милиции. А ведь действительно, милиция в нашей стране когда-то была народной, а полицаи всегда только с одной грязью ассоциировались. Ребят, стражи, порядка. Вы сами-то как? Вам как больше нравится? Кем больше нравится быть? Ну и, коль скоро праздник, у вас скажу. Заканчивается год крысы? Слава богу. Правда, наступит год быка. До этого был год собаки. Вот я вам желаю. Не поддавайтесь соблазнам. Не становитесь ни крысами, ни быками, ни... Будьте людьми. Это гораздо важнее и гораздо сложнее. Всё. Это была реальная журналистика. Дальше сами всё знаете. Проверяйте подписки. Вас отписывают без вашего ведомства. Подписывайтесь на наш второй канал. Мы ежедневно публикуем на нём новости. А скоро вообще туда переедем. Ссылка в описании. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.